Добрый день! С вами Эмма Хачатрян с еженедельным дайджестом «7 дней армянской молодежи Москвы». Прошедшая неделя была насыщена встречами, на которых были обсуждены актуальные темы для армян и Армении. Так, одна из таких встреч прошла 16 июня. Сегодня особо важной темой для обсуждения является геополитическая обстановка и развитие ситуации на Южном Кавказе, в частности в Арцахе. В Молодежном центре «Жаманс» прошла встреча на эту тему с военно-политическим экспертом Гайком Наапетяном. 16 июня в Московском доме национальности Организация Армянско-культурно-просветительское общество «Арарат» провела презентацию книги «Армянский мир» Александра Ярканяна. В книге собраны статьи, посвященные армянской диаспре мира в период с 2011 по 2022 год известного российского историка Армина Веда, писателя-публициста Александра Ярканяна. На этой неделе провела публичную встречу известный врач и специалист по клиническим исследованиям Мария Бартиян. На встрече спикер представила рекомендации о том, как предотвратить заболевания и сохранить хорошее самочувствие, проживая в мегаполисе. Сегодня эта тема особо актуальна как для взрослых, так и для молодых. Встреча прошла в Высшей школе экономики 17 июня. В тот же день прошел необычный семинар, который организовала Ассоциация армянских юристов. Встреча была посвящена неюридической теме «Женщина-христианка». Участники и основной спикер диакона Армянско-апостольской церкви Аветикару Тюнян поговорили о влиянии веры на профессиональную жизнь в юридической сфере, об основах вероучения Армянско-апостольской церкви, об образе женщины в христианстве и о многом другом. Встреча была крайне интересной и продлилась более четырех часов. В это воскресенье также прошла лекция на тему христианства и психологии. Дух, душа, вера, исцеление, наука и бизнес. Лектором был преподаватель кафедры философских наук, исторических наук и архивоведения Московского государственного лингвистического университета философ и богослов Ашот Аветисян. На встрече слушатели обогатились новыми знаниями о психологии и христианстве. В проекте «Молодежной филармонии» в Рахманиновском зале Московской консерватории 18 июня прозвучала премьера сочинения «Тюнинг энд Робинг». Автор сочинения, выпускник Московской консерватории имени Чайковского, пианист-композитор Павел Микаэлян. Композитор специально написал это произведение для студенческого оркестра консерватории «Мира оркестра». Сегодня в Москве стартовал 17-й международный конкурс имени Чайковского. В конкурсе примут участие 236 музыкантов из разных стран мира. В числе участников нет представителей из Армении, но есть армяне, которые представляют Россию. Скрипачка Елена Тарасиан, пианисты Илья Папаян и Константин Хачакян. Кстати, пианист Константин Хачакян является одним из фаворитов конкурса. Он родился в Москве, окончил Московскую консерваторию и является лауреатом международных конкурсов, а также победителем Венского международного музыкального конкурса. Пианист выступает в лучших конкурсных залах России, Германии, Франции, Австрии и других стран. На такой прекрасной ноте мы прощаемся. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok